Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь еженедельный блог Рэйма Ника. Выпуск про производство, про новиночки. Кстати, про новиночки. В этот выпуск мы будем, весь выпуск мы будем хвастаться новыми станочками, новыми приобретениями. В общем, оставайтесь с нами, будет интересно. А также другие полезные и важные новости. Поэтому смотрите внимательно, не переключайтесь. А лучше подписывайтесь и рекомендуйте своим друзьям. Будет хорошо и нам, и вам. Вообще всем будет здорово! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok для жима, жима лёжа, ну и также ещё для писи, насколько я понимаю. Обрастаем железом, вот становится кузница всё больше и больше. А если вам тоже так же интересно, тяжёлая атлетика, ковка, кузня и вот всё это производство, я вас приглашаю к нам на работу. У нас есть открытые вакансии. Пригоняйте. Потому что железа было недостаточно до этого. Ещё железо. Большое железо. У нас у него ремонты, властные ремонты. Парни перебирают. Большой горн, Мишин горн перебирает. Потому что он давно уже устал, и там в одно окно практически не работает. Ну и воюем с ушкуями, отлаживаем, доделываем их, доводим до ума. В общем, много работы именно по ремонту. В прошлом выпуске показывали вам вновь набор, но он на самом деле не так-то прост. У меня ещё будет и штопор, и специальная отверточка для того, чтобы перебирать, собирать этот набор. В общем, уже очень скоро, очень скоро мы его доделаем и сможем вам показать. Так же, так же, ребят, все, кто участвовал в нашей лотерее по сети рекламного варвара, не переживайте. Мы очень долго её не делали, но теперь опять вновь восстановили работу над ней и уже очень скоро покажем вам видео. Небольшой кусочек из видео, как мы его делаем. И надеюсь, в ближайшее время, в ближайшее время мы покажем уже готовую секиру. Не приверите внимание, я сегодня сказал Пасу, что будем делать геномикопор. Какой? Бофор. А, бофор. Так что мы её долго не делали, и ещё сейчас будем. Не переживайте, всё под контролем, всё делается. Скоро, скоро мы показываем готовую ситиру. Главное верить. Новая работа Михаила в совершенно другом стиле, другой диаметрии. В общем, скоро мы её насадим. Я уверен, что скоро мы её насадим и выложим её в продажу. Напоминаю вам, что вот такие вот интересные работы мы выкладываем в нашей не основной группе, которая посвящена рабочему инструменту, а в отдельной группе, которая посвящена исключительно таким вот коллекционным топорам, ножам, кусокам и нашей керамике, ну и прочим другим вещам, которые не относятся к рабочему инструменту. Подписывайтесь на неё и следите за новостями. И забирайте себе крутые, потрясающие коллекционные работы. Подтрубник, который должен резать Ярлов, вот к нему есть вопросики. Чё это он вам рыбу-то к пиву носит? А Ярлов не режет это, его прерогатива ясень резать. Он купил себе блат рыбы. Блат рыбы, да. То есть это вот так вот, да? Именно так это работает. Понятно, понятно. У тебя же хорошо получается, лучше, чем у него, гораздо. Серьёзно. У тебя, смотри, какие красивые, невероятные, потрясающе сложнейшая плетёночка. Эльдар, тебе подхалимажа, да ты чаще тренироваться. Чувствуется, что опыта не хватает, неубедительно это звучит всё. 12 лет в браке. Я раскусил, растерял, я растерял свои навыки. В общем, у тебя хорошо получается, смотри. Я думаю, ты сегодня уже закончишь. Да. Юра, Юра может опять отправляться куда-нибудь в экспедицию. Так ведь? Не знаю, не знаю. Ты до кого числа уезжаешь? Я эту неделю дорабатываю. В отпуск на месяц. На месяц. Блинный берег. Привет вам, ребята. Удачи, держитесь. Мы все верим в вас. Мы за вас болеем. Да, все переживаем за вас, честно. Наша дорезала нашу первую, первую коллекционную бусинку. Восковочку. Скоро её отправим на литьё. И надеюсь, что сможем вам показать уже результат. А может быть, даже на осенний клинок уже привезём хорошую коллекцию наших коллекционных бусинок. Я уж надеюсь, что мы до осени как-нибудь отольём это всё. И не одну штуку, я надеюсь. Да, было бы мило. И вот начала вторую. Но это только вторую восковку с нашим молотом. Первый, первый. Наш самый первый молот. Восемидесятка. И вот ему посвящена вот эта бусинка. Но это ещё очень... Только самое начало. Всё будет гораздо красивее, не переживайте. В общем, кто хочет бусин от Урея Маника, следите за новостями, подписывайтесь на нас. И смотрите. Скоро, я надеюсь, что скоро у нас они появятся в наличии. Или даже мы их сможем вам показать. Хотя бы уже отлитые. Друзьяшки. Парни из профи КМТ прислали нам сразу два гриндера. Вот этот один гриндер ещё не разобранный, второй мы уже подняли. В общем, гриндеров нравится всё больше и больше. Вот такая вот красота. Рекомендуем. Одна из лучших компаний, которая делает одни из лучших гриндеров в России. А может и в мире. Кстати, там ещё одна новиночка. На прошлом деле её привезли. Наконец-то обзавели своим ленточным пильным слонком. Наконец-то у нас своя ленточная пила. Она, конечно, немножко потёртая и уставшая. Не новая, к сожалению. Но, тем не менее, работу свою выполняют очень хорошо. Теперь мы свои заготовки сможем пилить сами. Не ждать их, пока нас в золоте не напилить. Ну и самое главное, не самое главное, но тем не менее, не менее важно. Все вот эти профильные трубы, все заготовки для сварных каких-то работ тоже можем пилить нормально на ленточке. В общем, красота и удобство. Я вам уже рассказывал, что вот этот тесак, у нас эта модель называется лёгкий. Тесак лёгкий. Я вам рассказывал, что он мне не нравится, я его не понимаю. Ну, короче, какой-то здоровый, непонятный нож. Но, тем не менее, его постоянно покупают. Тем не менее, как только мы его покажем где-нибудь в социальных сетях, его сразу же разбирают. Так вот, парни нарезали просто большую партию свободных бланков. Я не знаю, зачем они это сделали, как это так получилось, не понимаю. Но, тем не менее, они теперь есть, они уже закалены, отшлифованы, заворонены. И теперь надо что-то придумывать. Возможно, мы будем делать какие-нибудь интересные обкладки на них из какой-нибудь стабилки. Может быть, какие-нибудь интересные чехлы будем делать. В общем, делать какую-нибудь большую свободную партию на свободную продажу, для того, чтобы их точно распродать как можно скорее. Поэтому следите за новостями, появятся скоро интересные тесаки. А если вам охота их забрать, как они и есть в нашем стандартном исполнении, пишите сейчас и заказывайте. Срок выполнения вот этих чехлов гораздо меньше, чем обычно. Потому что они уже нарезаны, затермичены и отшлифованы. Как обычно, в общем. Сделали, нарезали, теперь надо продать. Каким-то образом. Блин, не понимаю реально, для чего он такой. Есть традиция. Раз в году Юра перевозит нам северов, северного Урала, Урала, с приполярного Урала. Рыбу, очень-очень вкусную рыбу. И мы собираемся и все вместе кушаем. Когда это было очень ярко и зрелищно, пились разные вкусные напитки. Но потом у вас был введен сухой закон на производстве. И поэтому это стало не так ярко, не так красочно. Но надеюсь, в этот раз мы тоже очень тепло и уютно посидим. Покушаем рыбу, что-нибудь выпьем. Юра нам расскажет про комаров, каких-нибудь вот таких вот с кулак. Поделятся какими-то своими впечатлениями. В общем, хорошо проведем вечер. Надеюсь. Без эксцессов. Не как тогда, в прошлый раз. И опять не придется сухой закон объявлять. Из Краснодара наконец-то приехала новая партия Ясния. Четыре куба Ясния. Работаем, наверное, через месяц уже. Через месяц-полтора опять придется искать материал. Ну, посмотрим, посмотрим, как все это будет, как быстро она уйдет. Кстати, наконец-то сделали два варианта рукояти для наших тисоков, для нашего Мясинского тисока и сучка Руба, который со свернутой тулейкой. Я думаю, уже в конце недели или в начале следующей недели покажем вам фотографии, добавим в товары вот такие два варианта этих ручек. Ручки можно будет покупать отдельно и насаживать свои какие-то Мясинские тисаки или же сучкорубы на них. С такими тисаками, с такими ручками, кстати, сучкоруб работает в разы, просто в два-три раза круче. Прям удар получается гораздо мощнее. Ну, благодаря рычагу длиннее рукояти. Важная новость. У меня в руках очередной заказ на насадку такого топора, старого советского. Мы всегда много точились, много точили, насаживали старые советские топоры или топоры других мастеров. И вы нам их отправлялись в топоры просто почтой или с ДЭКом или еще как-нибудь. И мы принимали такие заказы. Теперь же, теперь же важно обратить внимание, такие заказы мы будем принимать только на выставке или же, если вы нам привезете их в мастерскую. И мы здесь же сразу на месте осмотрим эту голову и обсудим с вами, что нужно и как сделать. И еще так же важно, что мы не перетермичиваем эти топоры и не правим, потому что очень часто, зачастую, они просто кривые, то есть лопасть топора изогнута, повернута или кривая проушина. То есть этого мы делать не будем. И очень важно, чтобы мы вживую видели эти топоры при приеме, чтобы не было ни для кого никаких неожиданностей и каких-нибудь сюрпризов. Приехало очень много интересной кожи для нашего второго направления. Это связано с вещами и действительно, для ежедневного пользования кошельками, ремнями, сумками и прочим-прочим, которые мы в каждом выпуске показываем. И про которые, кстати, у нас есть отдельная группа ВКонтакте, где выкладываем исключительно такие вот вещи. И ремешки, и кошельки, и прочие сумки. И постоянно новые-новые наработки показываем там и советуемся с вами, что стоит делать, что не нравится, что нравится. В общем, заступайте, взлетайте туда, в эту группу и участвуйте в обсуждениях. И вот, потрясающая кожа. Но это на самом деле ее надо вживую смотреть, потому что вот этот цвет, фактуру и самое главное запах ее камера, к сожалению, не передает. А тут есть, есть что посмотреть, чтобы потрогать и, так сказать, повдыхать, послушать. Она офигенно, реально попробуем. Вот надо слушать, как она скрипит. Шикарная кожа, прям кайф. О, приехала еще потрясающая кожа от Русской Шпрома. Такая вот на все наши тоже сумки, скатки, скрутки и прочее. Офигенная просто. Красота. Терри, расскажи нам, зачем тебе два гриндера? Куда у тебя столько гриндеров-то? Гриндеров мало не бывает. Ты их солишь? Я их солю, да. Мало не бывает. Мало не бывает гриндеров, да. То есть, нам их гриндеров, чем больше, тем лучше. То есть, нам под каждую операцию, по идее, нужен гриндер. И сотрудник. И сотрудник под каждый гриндер. Получается, потому что, если мы на каждый гриндер сделаем по операции, соответственно, это мы сокращаем время на смене расходных материалов, то есть, ленты всего остального. Я вижу, ты задчик. Ты думаешь, зуб болит? Нет. Это не зуб. Это ты мне делаешь больно. Вова звонит, говорит, у меня есть здесь и сейчас. Берем. Не продолжай. Остановись, Вова. Бери, задорого. Отлично. Это я такой, почему бы и все. Повсюду по ранге, и в цехе, и на складе, и здесь в офисе, на сдаче. Такая вот красота. Ребята, вы долго-долго ждали по ранге, ну, наконец-то, мы закрываем практически всю очередь. Возможно, уже в начале следующей недели все по ранге, все, кто ждет по ранге, мы всем вам отпишемся о сдаче ваших по рангам. Если, конечно, у вас в заказе только по ранг, потому что важный момент, вы часто, очень часто у нас же покупают не только по ранг, а также в заказе где-то еще какой-нибудь топор, какой-нибудь нож или еще что-нибудь. И в таком случае вам, вам менеджер, Алексей, напишет только тогда, когда весь заказ будет собранный. Сегодня какой-то день гостей просто. Сплошные гости. И подписчики приехали, и на собеседование пришли, и даже Михаил, наш бывший директор нашего производства, приехал в гости. И все везут сладко. Каждый что-нибудь везет к чаю именно в тот день, когда я этому совершенно не рад. А что случилось? Пока ничего, надеюсь. Но очень больно. Очень плохо. Дорогие подписчики, чистите зубы с детства. Ухаживайте своими зубами с детства. Кулинара расшила сумочку вот такой вот. Это, так сказать, пробник из той ткани, которая у нас есть. Вот такая вот на базе нашего шопера такая вот сумка с молнией, со съемным ремешком, с молнией, с кармашком внутри дополнительно. Вот здесь вот такая, как сказать, улучшенная версия нашего шопера. Тут есть вопросы по ткани, исключительный вопрос по ткани. Сейчас ждем ткань, плотнее, потолще канвас, пофактурнее, погрубее. Сделаем сюда вот печать. И в нашей группе по коже, по единственным вещам появится новый товар. Дорогие друзья, у нас полным-полно топоров в наличии. Топоров, лопат, футболочек, многого другого. У нас есть и томогавки, и гиря, и скопы. И есть парочка вот таких вот билнесов 61-х. Правда, они немножко нестандартные, но есть в наличии. Можно забирать уже сейчас. А в конце недели еще придут топоры, немножечко остатков топоров из Санкт-Петербурга. Поэтому, если с чего выбрать, у нас можно это приобрести и в ВКонтакте, и на сайте, через WhatsApp. Можно зайти к нам в магазинчик на Озон, потому что на Озоне тоже полным-полно топоров. А на лопатке в данный момент Озон делает просто невероятные скидки. На лопатке и временами еще на нашей футболке, на наш мерч. Что тоже вам рекомендую приобретать и забирать себе на Озоне такие цены, что зачастую нам кажется выгоднее просто покупать самим на Озоне. Поэтому ждем вас в наших магазинчиках. Залетайте, забирайте себе. Другой друг, Алексей, Леший, дружище, Алексей Михайлович, я знаю, выпуск смотришь и ждешь, ждешь специальное обращение для тебя. Так вот, дружище, твой газон, вот эта крапивка прекрасная, радужная, великолепная крапивка ждет тебя. Коса наточенная, грабли, колопата уже на складе. Приезжай, дружище. Газон сам себя не пострижет. Она добрая, она не кусается, не бойся. Товарищи. Соотечественники. Соотечественники. Одноклубники, пирожковый клуб. Друзья, в общем, наш выпуск подходит к концу. Большое спасибо, что вы смотрите. Рекомендуйте своим друзьям, ставите лайки. В общем, спасибо, что вы с нами. И до скорых встреч на выставках, на фестивалях, на наших выпусках на ютубе. А там скоро будет много-много интересных, потрясающе крутых, информативных роликов. Рекомендую. Подписывайтесь. В общем, до встречи, друзья.